Раньше-то ходил за окунями, а теперь ты будешь ездить на Барбосе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Всем привет! Начало февраля и мы снова приехали на Чебоксарку. На местных водоемах глухозимья, клево толком нет. И уже в пятый раз за эту зиму выбираемся в эти замечательные места. Сегодня мы уже своим ходом на своей технике на Барбосе долетели вообще прям буквально за полчаса прямо от дома с комфортом, с удобством и самое главное быстро. Ну и просторы, пни, мелководья. Может быть сегодня здесь ничего и не будет. Но пробовать надо. Самый главный спутник окуневой рыбалки в этих местах это эхолот. Так, сразу балансир. Начнем с балансира, а там посмотрим, если будут подхода, можно будет попробовать без мотылки. Но начнем, как и в прошлый раз, с маленького балансира. В частности, вот, два-полу-тройка. В прошлый раз мне его поломали всего, хвостик отломали, я его восстановил. Ну попробуем. Если ничего не изменилось, то окон должен его жрать. Сейчас буквально полчасика на этом месте. Будет, не будет. А там, если что, дальше. Глубина метр двадцать. Совсем мелко. Сегодня первая рыба это платва. Было много подходов на балансир. Думал, что это окунь. Вот в этой лунке оказывается, это стайка платвичек стоит. И тоже интересуется балансиром. Вон, опять она идет за мормышкой. Звучит музыка. 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 но пока одна мелочь сегодня вообще пока что поиск не дал каких-то прям интересных результатов ну вот в общем под самый вечер нашел луночку поклевывать беляшка плотвичка окунек один попался густерка на без мотылочку ну чё отдыхать поедем ну вот и первая кунишка второго дня поклевка довольно-таки четко но это был первый подход за 9 лунок но четкий подход и сразу поклевка то есть окунь активный судя по всему надо его просто искать это база как говорится на любом водоеме независимо маленький прудик большая река чисто поиск сразу движение пошло только приподнял от 1 вот он ходит такое вообще часто работает оставляешь балансир на дне уходишь сверлиться приходишь поднимаешь и сразу подходы видим на лежачий балансир окунь подходит интересуется им и сразу начинает отрываться вот он у дна стоит но брать не хочет надо будет попробовать потом без мотылка здесь есть чуть поглубже сразу поклевка чуть удочку то меня не вырвал из рук просто качать на стоять он подходит подходит по одному она понял да багриса даже да что то а да что то а никак попался нормальный окунь а и а и и Слушай, а знаешь, что-то я вообще сказала, что О, смотри, какой подвис горбачина. О, судачок. Хотели судака? Вот тебе судак. На полутора метрах. Давай, расти. Как сказал вот этот дяденька, ваша, говорит, собака топит лучше, чем мой снегоход. Ух ты, вот это удар. Это, наверное, щука. Нет, это судак. Вот так вот. На маленький балансирчик. Ребят, я же говорил, надо ехать за судаком сегодня. На ночь 16-ю лестницу-то. Ну, такой килошный красавец. Отлично. А я вижу, кто-то сверху у меня так спустился, не мелкий, завис. Потом походил, походил вокруг по риманке. Выше, ниже крутился. Я думал, что щука. У судака на двух с половиной метрах. Я вообще не ожидал в таком месте. В пеньках. Кто-то там еще есть. Сударь. Нора полу-троечку. Нора полу-троечку. И вон, походу, второй стоит. Хороший, да? Ну так, ничего. Или такой снасти хороший. На 0,16-ю это вообще прям. Видишь, куда я тебя привез, папа. Ой. Можно попробовать. Тут судачка сейчас половичка под вечерок, да? Слушай. Какая ложка больше, да? Всего 200, я думаю, где-то так. Нормальный судак. Хороший. Он сверху зашел, причем. Он где-то ходил в полу-воды. Я смотрю, у меня полоса сверху идет, идет. Ушел вниз под приманку. Опять выше, ниже, вот такими дугами ходил. Я думал, щука. И поклевка мощная. Я думал, ага, сейчас срежет, наверное. Вот опять кто-то в приманке висит. Да, я как опустил, кто-то еще такой жирный подходил. Вот он сейчас висит в приманке. Может, еще судак, кто его знает. Ну вот они и на VIP подходят. Только кто это, интересно, окунь или судачок? Тоже в каждой лунке почти есть подходы на VIP. Вот в приманке висит, поднимается за ней. Брать не хочет. Но это окунь. Под вечер окунь как-то в этих местах не очень хорошо берет. Ревеска прямо за ней как лоб. Вверх поднимается. Вон его там сколько собралось. А брать не хочет. Целая туча. Можно попробовать на бедоматулку, конечно. Ага, вот он. Ой, да это даже не окунь. Это густера. Вот кто провожал меня балансир так. Видите, она за балансиром тоже поднималась. Ходила вокруг него. Вот так вот. Будешь думать, там хищник. А на самом деле какая-нибудь плотвичка. Ага. Вот еще поклевочка была. По сути, самое время. Под вечер. Для густеры. Вот опять трогает. Ну вот на мягкую проводку Стало хотя бы трогать. На пряску как-то на повеселее. О, плотница. Вся бель. Ну можно и так вечер добить. За ловлей некрупной бели. Потому что я уже устал. Просто сверлить и искать. Целый день. Ух ты, сидит. Я думаю, все у меня не тонет. О, окунь. И ты здесь тоже есть. Не, ну все равно сегодня получился такой. Довольно-таки разноплановый день. В разных местах побывали. На разные снасти половили. С одной стороны, конечно, да, рыбалка трудовая. Много переездов. Много лунок. Ну, свой интерес тоже есть. Ну вот и все, ребят. Подошел к концу наш сегодняшний довольно-таки трудовой день. Сначала на Суре, потом на Волге. Куча переездов. Смена точек, смена типажа мест. Сначала мы ловили на мелководных плесах, поросших травой. Потом переехали на впадение Суры. Походили по мелику, поискали окуня там. Потом переехали уже в Волгу, в Коряжник. И здесь получилось, ну, наверное, интереснее всего. Потому что больше всего подходов. Получилось поймать бонусную рыбу в виде судака. Ну, а в остальном тоже окунь довольно-таки капризный. Уговорить его на балансир практически не получается. И не только у нас. Ко всем, к кому мы сегодня подъезжали, с кем общались, то же самое. Мелкий окунь и совсем в небольшом количестве. Независимо от типажа места, глубины и от того, на что люди ловили. Будь то балансир, блесна или мормышка. Ну, хорошо, теперь у нас есть свое транспортное средство, которое позволяет быстро менять точки. И самое главное, скорость. Потому что все остальные, ну, какие-то маленькие собаки, они, ну, очень сильно уступают. Мы сегодня просто даже наблюдали, сравнивали, насколько быстро перемещаются люди на своих собаках. Ну, раза в два, в три все это происходит медленнее. Нам сегодня даже компания мужиков говорила, нифига себе, вы топите. У нас, говорит, даже снегоход так не ездит. Ну, у них такой простенький снегоход. Справедливости ради. Но, тем не менее, как бы объективно, по факту, это так. Из суры до суда мы доехали минут, наверное, за 15, может быть, за 20. Ну, а на сегодня будем закругляться. Пора звонить Артуру. Он куда-то уехал за острова в Пеньке. Надо ехать уже отдыхать. Я сегодня прямо умотался. Переезды, куча насверленных лунок, постоянный поиск. Ну, и отсутствие нормального клева, оно немножко демотивирует. Усталость накапливается быстрее. Так что все, на сегодня закругляемся. А завтра, наверное, уже поедем за судаком. Раз с окунем не получается. А может быть и окуня найдем, кто его знает. Так что будет еще у нас завтра день и послезавтра. Ну, а на сегодня все. Я желаю вам удачных и продуктивных рыбалок. И не хвостанете шуе. Всем пока.